МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Азов отметил 76-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В домах азовчан появятся интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Азовские археологи продолжают удивлять новыми уникальными находками. Сегодня исполнилось 76 лет со дня освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого события в Сквере Восток прошел традиционный митинг. Азов был оккупирован 28 июля 1942 года и 195 дней до 7 февраля следующего находился под властью немецко-фашистских захватчиков. Сегодня у памятника азовчанам и воинам, погибшим при освобождении города, прошел памятный митинг. Какие страдания пережил наш народ. И наш город не был исключением. Более полугода оккупации. И какой ценой это далось для наших азовчан. Около 6 тысяч человек были угнаны в Германию. Более 500 человек были расстреляны и замучены. Здесь, на этом месте, братская могила, более тысячи человек освобождавших наш город и оставивших свою жизнь. 76 лет назад, в этот день, в это самое время, Азов и азовчане вместе со своей родиной и со всем советским народом остановили здесь натиск немецко-фашистских захватчиков и победили. Великий подвиг воинов-освободителей всегда будет для нас примером мужества и любви к своему отечеству. А мы должны работать так, чтобы события, подобные военным, не повторились. Годы неумолимы. Участников тех огненных событий осталось очень мало. И я с прискорбием хотел вам сообщить о том, что вчера, накануне этого замечательного праздника, скончался Неживенко Николай Савельевич, почетный гражданин города Азова, защитник-освободитель нашего города, которого мы чествовали, любили, с которым мы традиционно встречались 7 февраля. Завтра пройдет поминальная панихида в полковом храме в 11 часов. И я считаю долг каждого присутствующих здесь и вообще всех азовчан почтить память этого человека. В нашем архиве сохранились съемки 1996 года, на которых мы можем увидеть освободителей города. Сегодня в нашем зале художник Фоксталов Александр Васильевич. Его молодежь... Александр Васильевич, я прошу вас подняться. Его молодежь будет освободить нас, и он ухажает в наш музей. Здоровья нам! Иванов Николай Иванович, человек исключительно пристыкаемости в полной стихии и героизме. Чепелев Иван Николаевич, Галатин Орубля, 347-й, 3-й, 10-й, 10-й, бойцов народного умолчения, Жиленский напьет Федора Дмитриевича, Шкирматова Александра Гавриловича. Мы с удовольствием видим в этом зале Чумакову Евгодиеву Петровну. Ведь эта женщина во время войны была санитаркой, а всю свою жизнь отдала возрождению музейного дела. Осипов Яков Андреевич. Инициатор возрождения нашего казачьего движения в городе Азове. Ну, наверное, кто не знает, человека большого юмора, корреспондента нашей газеты при Азове, Ниживенко Николая Савельевича. Это человек исключительно юмора. Здоровья вам, Николай Савельевич. Альтамар Виктор Федорович, боец стрелковой дивизии 317-го отдельного батальона. Мартынов Борис Викторович, боец 347-й стрелковой дивизии. Я с огромным уважением называю фамилии Сопа Михаила Семеновича и Бетренко Константина Павловича. Здоровья вам, дорогие мои ветераны. На митинге, наряду с представителями старшего поколения, присутствовало много юных азовчан, которым предстоит нести и передавать память о величии подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Также в честь 76-й годовщины со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Азове состоялся творческий фестиваль. Вокальные и хореографические номера, а также литературно-музыкальные композиции на военную тематику представили учащиеся городских общеобразовательных школ. Подробности в следующем сюжете. В Доме детского творчества состоялся традиционный фестиваль защитника Азова «Память поколений». Ежегодно это мероприятие проводят в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Это мероприятие у нас проходит в форме фестиваля. Всем участникам вручаются дипломы за участие. Дети готовились, дети подготовили стихи, проза, танцы, будут песни. Мы пригласили почетных гостей, которые будут выступать с ответным словом для детей. Все творческие номера были посвящены бессмертному подвигу советских солдат, освободивших наш город. Летит, летит по небу, хлим устал. Летит в туман на исходе дня. В фестивале приняли участие все общеобразовательные учреждения города. Учащиеся школу номер 9 представили на сцене вокально-хореографическую композицию. «Это песня о любви на войне и о девушах-медсёстрах, которые всеми силами пытались помочь мужчинам, чтобы мы выиграли эту войну. И песня очень душевная и танцевальная достаточно, поэтому нам она больше всех понравилась». От имени Совета ветеранов из Днём освобождения Азова собравшихся поздравил Александр Негодаев. «Благодаря успешным действиям вооружённых сил город Азов 7 февраля 43-го года был освобождён. И вот уже 76 лет мы празднуем этот знаменатый день. Я хочу поздравить от Днём неприятного городства с этого ветерана всех с этим праздником». В память о военных-освободителях на сцене было представлено более 20 творческих номеров, каждый из которых напоминал о самоотверженности солдат и неоценимом вкладе каждого в освобождение города. Ксения Никифоряк, Юрий Друзяйкин, Азов.Инфо К другим новостям. 27 декабря 2017 года президент России подписал закон, которым вводятся единые требования к интеллектуальным приборам и системам учёта электроэнергии. Предполагается, что нововведения позволят ускорить процесс цифровизации энергетики и станут действенным инструментом в борьбе с неплатежами. В настоящее время граждане должны сами обеспечить учёт потребления электроэнергии, купить счётчик, организовать установку и ввод в эксплуатацию и в дальнейшем отвечать за функционирование. Новый закон, реализация которого начнётся с 1 июля следующего года, перенесёт данные обязанности с потребителей на поставщиков. Как пояснила начальник Азовского участка Азовского межрайонного отделения компании ТНС «Энерго Ростов-на-Дону» Анна Елизарова, в многоквартирных домах приборы учёта будет устанавливать гарантирующий поставщик. Что касается частных домов и прочих потребителей, это зона ответственности сетевых компаний. Основное преимущество – это единовременный съём и дистанционный съём показаний, что поможет уйти от неверных начислений, от недопоказания потреблённой электроэнергии. В данном случае, что в частности влияет на начисление САИДов гражданам по многоквартирным домам. Причём менять будут только те приборы учёта, которые подлежат замене. А те, которые уже вновь установлены, они позволяют уже подключаться к системе ОСКО. То есть все уже новые счётчики, они все уже, как правило, электронные и нового поколения. По словам Анны Елизаровой, добросовестным плательщикам новшества принесут только положительные изменения. Потребителю, во-первых, это облегчает сроки передачи, то есть единовременный съём с 23 по 25 число. Мы опросили счётчики, занесли это всё автоматически в базу, то есть никаких недопониманий уже не будет. Вопросы по начислению, это в первую очередь основная проблема, которая есть на сегодняшний день, это вопросы по начислению, начислению индивидуального потребления и САИДы, которые, как мы знаем, считаются от разницы квартирной группы и общедомовых. То бишь, если кто-то недопоказал, где-то применялся средний расчёт, вот от этого мы уйдём раз и навсегда. Остаётся добавить, что и отключать должников за потреблённую электроэнергию будут тоже дистанционны. Татьяна Иваченко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Мы вернёмся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. Продолжение, от которого невозможно отказаться. Для тех, кто мечтает о европейском комфорте загородной жизни, коттеджный посёлок закрытого типа «Петровский парк». В живописном уголке, в окружении хвойного и лиственного леса. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Продажи открыты. Звоните 8 800 201 20 02. Коттеджный посёлок «Петровский парк». Эксперты «Роскачество» присвоили высший знак российского знака качества продукции «Азовский хлеб». «Азовский хлеб» – это новое оборудование. «Азовский хлеб» – это новый вкус. «Новый азовский хлеб» – это широкий ассортимент хлебобулочных изделий из дома. Покупайте в магазинах наш вкусный «Азовский хлеб». 14 и 15 февраля – день влюблённых в нормандском стиле в винодельнии «Кантина». Докажите любимым, пройдите мастер-класс по соображу и изготовлению крепе и завоюйте свою единственную, а может быть единственного. Вечер в нормандском стиле – это просмотр ретрофильма «Мужчина и женщина». Изготовление знаменитых нормандских крепе. И ещё много прохладительного и горячительного «Сами знаете чего». Начало в 19.00. Вход – 300 рублей. Информация по телефону 8-988-258-22-88. Приходите. Будет весело. Продолжим выпуск. 10 февраля в Доме детского творчества состоятся городские открытые соревнования автомоделистов, которые проводятся шестой год подряд. Принять участие в состязаниях могут все желающие. Подробности у Иваны Пажельцевой. В воскресенье в Доме детского творчества состоятся соревнования среди любителей автомодельного спорта, посвящённой годовщине со дня освобождения города Азова от немецко-фашистских захватчиков. Все желающие в возрасте до 18 лет могут продемонстрировать своё мастерство управлением автомобилей различных классов, сделанные своими руками, которые будут допущены гонки. Первая модель – это самая маленькая модель. Это контурная модель РМ1. Это резиномоторная модель свободной конструкции. Вторая модель – это модель электрической машинки, которая проходит дистанцию в 12 метров. Она должна пройти ровненько и зайти в центральные ворота. Если спортсмен справляется с этой задачей, он получает наивысший балл. Самый наивысший балл – это 10 баллов. Также участие могут принять дети, у которых есть радиоуправляемые машины, приобретённые в магазине. Что же касается ребят постарше, то для них существует ряд правил. Для более взрослых товарищей мы проводим РЦБ-ПРО. Эти машинки, они уже более квалифицированные, более предназначены для спортсменов. Они более усовершенствованы. Там и двигатели поменены, и резина стоит другая. Значит, экспериментируем и смотрим, как лучше они будут выходить из поворота. И вопрос весь заключается в том, что у них дистанция не проходит, дистанции проходят, все одинаковые. Но у кого времени меньше за прошедшую дистанцию, тот и побеждает. Те, кто меньше, сбивает фишек. Победители ждут грамоты, медали и памятные подарки. А также возможность принять участие в российских соревнованиях, которые состоятся на картодроме в селе Кулешовка летом этого года. Ивана Пажельцева, Юрий Друзякин, Азов.Инфо Азовская земля продолжает делиться тайнами истории, накопленными веками с археологами музея-заповедника. Недавно ученым удалось найти массу предметов, связанных с путешествием и торговлей наших предков. Подробности в сюжете. Азак XIV века был морскими воротами Золотой Орды, поэтому при раскопках археологи находят массу предметов, связанных с путешествием и торговлей. В погребе одного из домов, находящихся на центральной улице средневекового города, были найдены уникальные находки. В городе проживало несколько тысяч людей, которые имели верховых лошадей и так или иначе были связаны с верховой ездой. Но предметов, связанных с верховым конем, находится не очень много. В основном это так называемые ледоходные шипы. Большую часть тремян археологи находят в погребениях кочевников. Городские находки встречаются нечасто, так как подобный инвентарь довольно дорогой и теряли его крайне редко. Это, собственно говоря, всего четвертая находка, причем третья целая. И каждый раз, в общем, удивительно, как так получилось, что такую крупную вещь потеряли. В данном случае, видимо, это связано с тем, что она была сломана, и по каким-то причинам, вместо того, чтобы отнести ее к кузнецу на переделку, ее просто спрятали и забыли. Вместе со стременем была обнаружена призматическая железная гиря. До этого было найдено всего две подобные. Почти все предметы найдены рядом центральной улицы Средневекового Азака. Большинство гирь относятся к сфере такой вот повседневной мелочной торговли. И в частности, вот есть несколько гирь вот такой вот формы. Из них три железных и несколько свинцовых. Ну, вес до реставрации, естественно, точно установить нельзя. Но, скорее всего, это вот гиря весом в один фунт, ну, или какой-то другой эквивалент примерно такого веса. Среди представленного в музейной витрине торгового инвентаря гири подобного типа отсутствуют. Две вот эти больших свинцовых гири – это от весов-кантаров, где взвешивались товары весом в десятки килограммов. Ну, а вот здесь, на центральных полочках, с левой стороны, как раз гири, которые связаны с вот какой-то повседневной торговлей, розничной, недорогими товарами. Ну, может быть, там мясо продавали, не знаю, там овощи, что они могли такое продавать, вот весом там, ну, в несколько сотен граммов. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok